Предки ослика Рамзеса родом из Сомали, однако он родился под Вахчисараем. Это единственная ферма в России, где разводят ослов сомалийской и нубийской пород. Оседлать ушастово и проехаться по живописным ландшафтам. Обязательная часть маршрута – прогулка на ослах вокруг легендарных сфинксов Королевской долины. Экскурсия занимает всего несколько часов. Туристы могут полюбоваться красотами Мангупа, изучить пещерный город из Кикермен. Конечно же, впечатления переполняют. Здесь настолько красиво живописная природа Бахчисарайского района. А сейчас мы направляемся на экскурсию к подножию горы Мангуп. Вжиться в образ восточного вельможи могут не только дети, но и взрослые. Тем более, летом ушастый может выдержать до 180 килограмм, а зимой и до 200. А искусным наездникам и дают удостоверение водителя ословода. Все приезжают сюда с сомнением, что осик – это упрямое, глупое животное, которое надо бить, погонять, чтобы он хотя бы двигался. А после посещения фермы у них уже немножко меняется впечатление, потому что это добрые, отзывчивые животные и очень аккуратные. После насыщенной прогулки – дегустация для гурманов. Здесь все из ослиного молока, молочные коктейли и очень полезный сыр. Специалисты утверждают, что это не только вкусно, но и полезно. А это страусиная ферма под Симферополем – кусочек Африки в Степном Крыму. Здесь можно посмотреть, как выращивают заморских птиц, а также попробовать знаменитый страусиный омлет. Здесь демонстрационные экземпляры, скажем так, потому что они не несутся в условиях активного, так как люди постоянно к ним проходят, кормят, гуляют, играют. Их нужно изолировать для того, чтобы они были в покое. Тогда они производят наш основной продукт – это страусиное яйцо. Сотрудники фермы утверждают, что при удобном случае гигантские пернаты так и норовят клюнуть человека. Меня зовут Остабенко Екатерина. Зеленый туризм в Крыму с каждым годом становится популярней. Сюда приезжают не только поваляться на пляже, но и сбежать от городской суеты и забот. А еще Шулакова Виталий Голубев, телеканал Миллет.